Добрый вечер, в эфире «Весить Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жибкаев. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с первым президентом Киргизии Аскаром Акаевым и его супругой Майором Акаевой. Гости приехали, чтобы поближе познакомиться с Карачаевой Черкесией, людьми, культурой и обычаями народов. Аскар Акаев называет Карачаева Черкесию братской. Это действительно так, потому что нас тесно связывает общий исторический период, когда тысячи наших земляков-карачаевцев в годы депортации обосновались в Киргизии у многих наших современников. Местом рождения значится Киргизская СССР. Для нас это очень важный визит, поскольку я считаю, что братские связи между нашими народами должны только крепнуть, как крепнет межконференциональный и межнациональный мир, отметил Аскар Акаев. Итоги деятельности Карачаева Черкесской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году подвели в Черкесске на расширенном завещании МЧС. Также сотрудников ведомства наградили юбилейными медалями 100-летия образования Карачаева Черкесии. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открывая мероприятие для всех участников, был организован просмотр ролика об итогах деятельности Карачаева Черкесской территориальной подсистемы РСЧС в ушедшем году. После чего главный федеральный инспектор республики Игорь Дральщиков высоко оценил работу подразделения МЧС России по Карачаевой Черкесии и подчеркнул, что необходимо и также в этом году уделить внимание взаимодействию с другими структурами. Хотелось бы обратить внимание и сказать отдельное спасибо за ту работу, которую вы проводите в части обеспечения безопасности на курортах наших. У нас, вы знаете, что огромный турпоток пользуется спросом наши курорты. Люди едут, отдыхают, чтобы обеспечить комфортное их пребывание и безопасное их пребывание. Ваша работа тоже отмечается с положительной стороны. После с итоговым докладом выступил начальник управления МЧС России по Карачаевой Черкесии Александр Голоколенко. Он отметил проводимую работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций в республике. Руководитель ведомства выразил также благодарность всем подразделениям и ведомствам, которые принимают активное участие по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. В 2022 году спланировано и проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС, более 960 мероприятий оперативной подготовки различного уровня. В 2022 году на территории республики произошли две чрезвычайные ситуации, в которых пострадало более 1 тысячи человек, к счастью, без погибших. Ущерб составил более 20 миллионов рублей. Кроме того, зарегистрировано 5 социально значимых происшествий, что на 54% меньше, чем в предыдущем году. Вместе с тем они имели свой общественный резонанс. Также об итогах работы Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи выступил директор Анзор Охтов. Высокий профессионализм показали работники скорой помощи, которые в период пандемии выезжали на вызовы и оказывали помощь пациентам. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2019 году было осуществлено объединение службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф в одно юридическое лицо, что позволило успешно использовать общие силы и средства для оказания экстренной медицинской помощи как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации. Особенно положительный эффект от присоединения ощутился в период пандемии новой коронавирусной инфекции. После первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Хазар Чекуев поблагодарил сотрудников МЧС за проводимую работу по обеспечению безопасности. Также он наградил благодарственными письмами главы Республики работников подразделения МЧС, а ветеранов ведомства медалями 100 лет образования Карачаева-Черкесии. Должен сказать, что, конечно, мы трудились, мы закладывали основы, мы принимали нормативы, правовые акты, то есть мы уже дали дорогу тем, кто пришел после нас. И, конечно, очень приятно, что, несмотря на то, что я уже пенсионер Министерства обороны долгое время, что мы не забыли от имени правительства, поздравили с этой наградой, спасибо, что не забывают ветеранов. Также благодарственными письмами были отмечены представители общественности. Альхан Ипшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня исполняется 79 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. В Центре военно-патриотического воспитания молодежи прошло мероприятие, посвященное этой дате. Присутствующие говорили о бессмертном подвиге защитников Ленинграда, который стал примером мужества и самопожертвования советского народа, символом беззаветной любви к родине. И в этот день воспоминают удивительных людей, подвиг которых служит примером для всех поколений. Точное число жертв блокады неизвестно до сих пор, но это сотни и сотни тысяч. Участники мероприятия говорили о вечной памяти тем, кто 79 лет назад отстоял город на Неве и внес огромный вклад в Великую Победу. Свидетелями тех событий стали и наши земляки. Жительница Черкесска Инесса Васильевна Найманова, родилась в Ленинграде. На тот момент ей было всего 5 лет. Но она хорошо помнит, что время, когда немцы взяли город в кольцо. Семья Инессы Наймановой жила рядом с дорогой жизни, проходящей по Ладожскому озеру. Это была единственная транспортная магистраль, которая связывала блокадный Ленинград со страной. В условиях острой нехватки продуктов люди были вынуждены выживать кто как может. Невероятно сложно во время блокады Ленинграда было семьям с детьми, особенно самыми маленькими. Про героизм людей Инесса Найманова рассказывает молодому поколению. В этот день к ней приходят внуки, правнуки, соседи, чтобы поздравить с важной исторической датой. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 11 градусов мороза, днем до 6 тепла. А в горах до плюс 12. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семена удобрений и продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы-Экспо. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. В общественной палате рассмотрели тему профилактика рака желудка в выявлении лечения пациентов с предраковой патологией. На совещании провели статистику, что ежегодно в мире свыше миллиона человек заболевают раком желудка. Россия относится к странам с высокой заболеваемостью. Среди онкозаболеваний смертность от этого недуга занимает второе место. Обсуждая тему мероприятия, профессор, доктор медицинских наук Сергей Катылевец представил республиканскую целевую программу профилактика рака желудка о выявлении и лечении пациентов с предраковой патологией на 2024 и 2025 годы. Также говорили о необходимости ее реализации, об итогах эффективности предыдущей программы. Огромное количество людей болеют в раковом заболевании. Это одна из важных проблем нашего общества. Здоровье граждан у нас сейчас общественная палата берет под контроль. И поэтому вот мы начинаем наш Новый год именно с этой темы. Впервые у нас поднимается этот вопрос. Эта инициатива, я хочу сказать вам, именно граждан нашей республики и непосредственно членов общественной палаты, которые поддержали инициативу граждан. Стартовала самая престижная Олимпиада в стране. Увлеченные ребята пробуют свои силы в интересных заданиях. Об одном из дней Всероссийской Олимпиады школьников на оригинальном этапе по истории расскажет Альбина Ламкова. Боисов Амин. Можно ваш паспорт, пожалуйста? Участвую второй раз уже. Надеюсь добиться успеха. Региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников проводится в два тура. В первом ребятам предстояло провести анализы исторического источника и написать историческое эссе, посвященное разбору и оценке определенного высказывания историка или современника. Принимают участие дети 9-11 класса. С 9 класса я начал интересоваться историей. Нашел какие Олимпиады бывают, перечневые, вузовские, региональный этап, потом будет Всероссийский этап. Сначала я не мог победить, но потом пошли результаты. Я стал победителем некоторых вузовских Олимпиад, потом вышел на умники-умницы в Москву, сейчас выступаю там. Мое любимое время, скорее всего, это новое время, когда Петр I провозгласил империю. Изучение истории требует большой усидчивости, говорит Елизавета Вличко. Чтение текста, работа с источником предполагают умение сосредоточиться на том, что ты делаешь. Любовь к истории привел мой учитель Ольга Константиновна Голубцова. Именно благодаря ней я стала изучать эту дисциплину намного глубже. И правительница прекрасная Елизавета Петровна, которая правила именно в 18 веке, является дочерью Петра Великого, прежде всего, моя любимица. Я восхищаюсь ее политикой. Первый раз Елизавета Величко участвовала во Всероссийской Олимпиаде в 9 классе. Тогда было призовое место. Прошел год, и она вновь участница. Настроена Елизавета решительно. Нужен лучший результат – победа. Всероссийская Олимпиада школьников, безусловно, является одним из самых престижных интеллектуальных состязаний, которые проводятся среди обучающихся общеобразовательных организаций. И представляют собой систему ежегодных предметных олимпиад. В нашей республике во Всероссийской Олимпиаде участвуют 1400 детей. Из года в год растет интерес к участию в Олимпиаде, потому что победа в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады открывает перед выпускниками школ, в частности, все двери для профильных вузов. Именно к этому они и стремятся. На выполнение творческих заданий отводится три часа. А это время кажется значительным, но чаще всего те, кто впервые участвует в региональном этапе, не успевают выполнить большую часть проекта или эссе. Поэтому очень важно развить в себе навык написания творческих работ за определенное время. В аудитории проведения Олимпиады не разрешается брать каких-либо печатных изданий, включая справочные материалы. Участникам запрещено использование любых носителей информации и средств ФИАДе. Вам выдали два бланка для эссе и два бланка для проекта. Хорошо? Если у вас не хватает места, вы решили более чем на двух листах написать эссе, вы просите дополнительный бланк. Во втором туре участникам предложили до 15 задач из различных разделов истории. В основном они посвящены отечественной истории. На выполнение заданий дается три часа. Максимальное количество баллов за оба тура Олимпиады – 200. Альвина Ламкова, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия. Во дворце спорта «Олимпик» города Карачаевска прошли соревнования на Кубок Карачаева-Черкесии по национальной борьбе «Тутуш», посвященные 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. В соревнованиях приняли участие порядка 125 спортсменов, представителей городов и районов республики. Собравшимся они продемонстрировали лучшие навыки национальной борьбы. В ходе упорных складок первое общекомандное место заняла команда Карачаевского района, второе досталось Черкесску, представляющую школу «Олимпик» и на третье позиция у Джигутинский район. Победители и призеры в соревновании наградили кубками, грамотами, медалями, денежными призами. Заместитель министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии начальник следственного управления Дмитрий Глушанков отметил богодатственными письмами и памятными подарками спортсменов и деятелей мира спорта. Также старейшинами села «Дружба» были учреждены дополнительные денежные призы. В номинации за лучший бросок турнира отметили представителя Зеленчукского района Умара Узденова. В номинации за волю к победе награжден спортсмен из Ногайского района Амаль Мижев. И за лучшую технику первое место было присуждено представителю Карачаевского района Мурату Ачибаеву. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Хочу поблагодарить всех нас сегодня поздравить с этим праздником, праздником спорта. Очень приятно, что следственное управление именно так отмечается при юбилеи, большим праздником в празднике спорта. Именно на таких турнирах вождаются чемпионы, которые вели в 19-м детях, мальчиков и с будущих чемпионов. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И огромное спасибо, Рамазан, тебе в лице, в твоем лице хочу выразить благодарность всему составу следственного управления. Это все весело на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Движение вверх». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова